Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком. Тема война. Вопрос 2925». Раньше говорили, что в войну русские потеряли 8 миллионов, а потом стали печатать, что все 18. А теперь утверждают в газетах, что были потери в 28 миллионов, и что за одного немца платили от 4 до 6 русских. То же самое и по жертвам репрессий. Так ли это? Отвечает Игнатий Лапкин. Эти вопросы не по писанию, и потому ответ могу дать только из того, что уже известно. Толкует так, что первая цифра была без учета пленных, ибо их Сталин не признавал, а нарекал предателями. Потом статистика при Хрущеве, что, дескать, этому нужно было навесить на Сталина все его промахи и неумение вести войну. Стали считать и тех, кто умер от ран, от повреждений, полученных в войну. И сюда включили тех, кто умер в течение 10 лет уже после войны. А уж ныне стали брать во внимание всех в антигитлеровской коалиции. Вроде бы так цифра была увеличена. Тоже с репрессированными. Сейчас публикуют материалы семитомника по жертвам на Алтае. Только за 1919 по 1965 годах на территории нашего края за совершение контрреволюционных преступлений было репрессировано 45 722 человека. Большинство из них, 77%, на момент ареста были в самом трудоспособном возрасте, от 18 до 50 лет. А сколько бы от них народилось, какая была бы польза от них и на фронте, и в тылу. Все сожрал Ком Горыныч. У немцев статистика осталась неизменной. Но они потеряли на фронте и своих союзников. Румын, итальянцев и других. Кто теперь узнает точную цифру? А раз греха не признают, то в статистике всегда ложь. Солженицын утверждает, что 66 миллионов жертв ГУЛАГам проглочено, а славян погибло 110 миллиону. Третья ездра, 6 глава, 56 стих. О прочих же народах, происшедших от Адама, ты сказал, что они ничто, но подобны слюне, и все множество их ты уподобил каплям, каплящим сосуда. Променяли веру на неверие, царя негодного на сверхнегодных людоедов. В Серахаха, 18 глава, 11 стих. Равно как и 600 тысяч человек, соединившихся в жестокосердии своем. И хотя бы и один был непокорный, было бы удивительно, если бы он остался ненаказанным. Для Бога-то люди как мошкара, и менее того, если они не каются и грешат. 1 Кориффинам, 10, 8. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И в один день погибло их 23 тысячи. Откровение 11 глава, 13 стих. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении 7 тысяч имен человеческих. И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу небесному. Псалом, 108, 23 стих. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, гонит меня, как саранчу. Исайя, 40 глава, 22 стих. Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущий на ней, как саранча перед ним. Глава, 56. Как ядовитый плод на древе зла, или враждебный ставшая родня, или сыновья, предавшие меня, грехи меня терзают без пощады. Все иступленнее день ото дня. Я сердцем хмур, устами злоречив. Мой слух неверен, взор мой похотлив. Моя рука готова смерти нести. Моя нога сбивается с пути. Я не оставлю по себе следа. И воля к благу у меня шатка. Зло крепко, добродетель не прочна. Божественный завет я позабыл. Указанный запрет я приступил. Я дичь, неизбежавшая стрелы. Бежавший раб, упавший со скалы. Я узник, чей конец наступит вскоре. Морской разбонит, что утонет в море. Я робкий ратник, я свидетель лживый. Нестойкий латник, пахарь нерадивый. Священник, презирающий им вон. Законник, попирающий закон. Звонарь церковный, не в попаз звонящий. Я проповедник, смутно говорящий. Я взгляд, который неприятен людям. Ужасен ликом я и сердцем скуден. Я прерванная трапеза хмельная. Я праздник жалкий, красота смешная. Я сад, который высох и заглох. Я жнец, который жнет чертополох. Сажающий крапиву садовод. Мышам доставшийся пчелиный мед. Я близкими покинутый старик. В грехе упорствующий еретик. Болтун пустой, гордец скотоподобный. Хвостун и лжец, скупец, мздоимец злобный. Я ленность, я надменность, я коварность. Без стыдства черная неблагодарность. Великолепье с жалкое обличием. Ничтожество, надутое величием. Величие, что перед низостью склонилось. Могущество, чья сила истощилась. Григорий Нарикоцы Григорий Нарикоцы